И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Всех приветствую на канале Турецкие Байки. Время летит незаметно. Казалось, что я просто пару дней не выхожу в эфир. Казалось, очень долго я. Время летит так быстро, но при этом мысли тянутся как мед. Вот уже больше недели прошло с момента землетрясения. Ну и по сути, многие подводят итоги. Восстановление будет идти долго. И спрашивала мужа, как долго восстанавливался из МИД и окрестности после того землетрясения 99-го года. Он говорит, ну, наверное, лет 5 как минимум восстанавливалось, все отстраивалось. Сейчас, возможно, будет, ну, хоть немножко быстрее. Хотелось бы надеяться, что все-таки время сдвинулось. Более 20 лет прошло, и технологии ушли вперед. Но, по сути, ничего не меняется. Какие к черту технологии, если дома рушились как картонные домики? Неделя прошла с начала первого землетрясения. Сейчас еще продолжаются авторшоки. Нередки из них и больше 4 баллов. На момент моей записи видео печальный счетчик вроде как остановился. 29 643 человека погибших. Ну, скорее всего, все-таки немножко увеличится это дело. Сотни тысяч домов разрушены. Многие непригодны к жизни. Их будут заново все сносить. Насколько я знаю, в провинции Хатай, один из городков, поселков, будут вообще сносить до основания, потому что там не осталось ни одного пригодного дома к проживанию. Помощь пришла в Турцию из 61 страны. Более 13 тысяч единиц различного рода техники, 70 самолетов, 167 вертолетов, 24 корабля, участвуют в спасательных работах и перевозке пострадавших. Около 180 тысяч различных палаток, шатров было установлено и заселено. 400 тысяч людей перевезено в другие провинции. В этом участвовали многие турецкие авиакомпании. Вывозили оттуда, эвакуировали бесплатно из всех 10 провинций. Ну, кроме Хатая, потому что там взлетно-посадочная полоса повреждена. Начались разбирательства по поводу, как кто строил. Арестовано более 100 человек, причастных, в общем-то, не только к постройке зданий, но и к выдаче из кянов на проживание, что это жилые помещения, кто проверял на сейсмоустойчивость и так далее. Из грустного. Ну, вот на момент моих съемок 238 малышей и детей остались сиротами. У 70 из сирот нашлись ближайшие родственники. И около 100 тысяч семей уже по Турции пытаются усыновить всех детей. Однозначно дети не останутся без семей, потому что турки очень отзывчивые. Они заберут детей. Несмотря на все теории заговоров, попытки сразу место помощи искать виноватых, Ну, в общем-то, Босфорские университеты, обсерватории Кандели, Института исследования землетрясений, ну, сводят к тому, что все-таки это сейсмо-зона. И периодически это ожидаемо. К Хаттайе огромный разлом посреди оливкового поля. Вы можете найти видео в интернете. Разлом в ширину где-то 200 метров и в глубину 30 метров. Ну, примерно, чтобы представить, что такое 30 метров, это примерно девятиэтажка. Просто как каньон какой-то образовался. Значительный ущерб был нанесен в шоссе Антиохия-де-Мирозю. Около одного километра разрушенные дороги. Причем она так разрушена, что видно, что прям стык какой-то. Пожалуй, в Турции не осталось человека, которого не затронули эти землетрясения. Ну, если нас брать, у нас не было там родственников в этих провинциях, но у мужа был там институтский друг, с которым он учился, с которого хорошо знал и с которым так больше и не увидится. Он погиб под завалами, вора его имя. У него осталась вдова и двое детей. Теперь наша помощь, в общем-то, именная идет. Все эти жертвы могли бы быть меньше при нормальной культуре застройки, но, поверьте, турецкая иншалла очень похожа на русская авось. И, как говорят турки, некоторые люди Ач Гюзлу, жадные. Жадные до денег. В общем-то, из-за этого масштабы трагедии настолько велики. В Хатайе имеется Эрзинский район, в котором имеется мэр Океш Эль Масаглу. У него на районе ни одно здание не разрушилось. Да, где-то что-то пострадало, но ни одно не разрушилось, ни один человек не умер. Конечно же, это восприняли как какое-то чудо, но чудес не бывает. Выяснилось, как он давал разрешение на постройку домов. Как оказалось, что если где-то нарушалась техника безопасности, он заставлял сносить здание. Его ненавидели там. У мужа спрашивала, что, как. Говорит, что это неугодный человек. В политических кругах персона нон-грата, потому что не брал, потому что, ну как сказать, рука руку моет, в этом всём не участвовал, а теперь он герой, потому что он взял ответственность за людей, и греха на его душу не пало за смерть людей. Ведь можно же, и при желании, можно. Также возникают очень большие вопросы. Например, показывают видео, ну по всему Фейсбуку сейчас видео. Кстати, ТикТок давным-давно разблокировали. Там блокировали всего на несколько часов, а потом всё разблокировали, потому что Фейсбук не удержать. Всё-всё сливалось в Фейсбук. Так вот, на видео в Фейсбуке показывают магазин один и дом. Вообще не тронутый. Магазин по типу Караджа. Посуда там стоит на полках и всё. А через дорогу буквально разрушены здания. Это всё дело в Кахраман-Мараши. То есть, как интересно. У одних даже посуда с полок не падает в магазинах, а другие здания, жилые, разрушились. Говорит о том, что одни здания имели систему сейсмической безопасности, а другие нет. Разрушена больница в Искандероне. Под обломками медики. Это страшно. Почему? Потому что, ну, многие турецкие медики, несмотря на то, что все мы люди, всё равно в первую очередь думают о пациентах. И точно так же в Искандероне. Крыло больницы было построено без техники безопасности и погребло под собой медиков. А как медики действуют? Ну, например, министр здравоохранения Турецкой Республики опубликовал. Например, начинается землетрясение. По камерам видно, как одна медсестра не выбегает на улицу. Она бежит в отделении недоношенных придерживать руками боксы с недоношенными детьми. Так и в Искандероне погибли медики. У нас каникулы, друзья мои, до 20-го числа продлены. И все институты переведены на дистанционку. Все сидим дома, конечно же, скучно, на улице прохладно, особо не погуляешь. Возможно, так к лучшему. Людям нужно немножко успокоиться и думать, как жить дальше. Насчет спасательных работ. До сих пор еще продолжаются работы. Ну, например, я точно знаю, что команда из Германии завершила спасательные работы и уехала. Остаются местные команды. До сих пор разгребают все. Еще пару дней назад всех спасенных, которых находили живыми, уже называли чудом. Шли негласные рекорды. Кто же побил там рекорд по спасению. То есть люди проживали и неделю под завалами. Без воды, без ничего. К сожалению, семью, которую искали из России, нашли под завалами погибшими. Их тела нашли. И с помощью Катар отправил 10 тысяч домов-контейнеров. Но точно знаю из плохого. Сейчас люди начали жаловаться, что цены на дома-контейнеры начали лететь вверх. Наживаются. Где-то там, я не помню, в Кахраман-Мараша что ли клеймили. Ну, одного бокалейщика, потому что цену установил на печеньки 40 лир за пачку. Это немыслимо. В такое время, в такое горе. Не наживешься ты на этом. Там, наживаться на горе, все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Впервые за 35 лет открылся КПП на границе с Арменией. Армения много помощи прислала. Несмотря на все разногласия между Арменией и Турцией, Грецией и Турцией, все мы люди-человеки. Вот об этом нужно как раз думать и прекращать все возможные конфликты. Так, еще что из новостей. Власти Турции выделят на каждую семью единовременно 15 тысяч лир для переезда. Те, кто не хочет жить в палаточных городках и переехать в другой город, государство оплатит аренду жилья на протяжении одного года. Но проблема сейчас в том, что в окрестных провинциях, ну, Антарию не будем считать. Вообще, стоимость киры аренды возросла от 4 до 15 тысяч лир. Я как бы ожидала этого, что несмотря на все слезы там и так далее, люди, которые сдают в аренду жилье, захотят на этом нажиться. И если один повышает, другой думает, а почему бы и мне? По сути, сейчас государство, во-первых, должно установить потолок цен. Ну, и вообще, я тем давным-давно дабыла заняться еще, начиная с Анталии. Потому что там, ну, за 4 тысячи вообще, в принципе, немыслимо найти. Там можно какой-нибудь, я не знаю, контейнер действительно найти за 4 тысячи в месяц. Слухи так и упорно ходят насчет запрета продажи земли и недвижимости иностранцам. И эту тему первая из политических подняла женщина, которую я очень уважаю. Лидер партии и партии, то есть хорошая партия, это Мираль Акшенер. Из Палахова, там, где большие катастрофы, там всегда люди показывают свое истинное лицо. Появились первые мародеры, появились грабители фур с гуманитарной помощью. Но турки не европейцы. Очень, короче, видно здесь, очень сильно видно менталитет турецкий, который тянется еще с Османской империи. И это правильно. Я наткнулась была в фейсбуке на одно видео, где двое военных держат какого-то мужчину. И один из них избивает его, ну, лупит его от души по лицу и по голове. И смотрю лайки, ни одного, короче, дизлайка нет. Это турецкая группа. Не пойму, что происходит. Потом, короче, включила звук. Мародера поймали. Того, кто не ищет выживших, а ищет чем бы наживиться. Жестоко избивают их. Другое видео видела. Ботинками по лицу их лечут. Прямо разбитые головы, разбитые носы. Если вы увидите это дело в турецких группах, там будут одни сердечки и лайки. Разница менталитета. Уловите это. Я видела, как запостили эти же видео в испанскую группу. Там половина народа сказала, что это самосуд. Так нельзя. И все мы такие демократичные. Время не то. Вы не понимаете этого, что в такое время думать о собственной наживе, ну, Аллаха не боятся. Именно поэтому турки относятся хорошо к военным, которые ловят мародеров. Я видела, что там был указ стрелять на поражение. Не знаю, правда или нет. То есть мародеров будут разбираться без суда и следствия с мародерами. Да, многие квартиры порушены. Когда-то еще, вот когда президент еще просил выбросить массу долларов в обращение, чтобы леру поддержать, он упоминал, что многие держат доллары под матрасами. Это правда. Российская команда нашла было 150 тысяч долларов, которые передала полиции турецкой. Вот вам еще картинку покажу. Смотрите. Купюры, пачками. Рядышком почему-то автомат. Но, в принципе, провинции такие. Там оружие дома запросто держали. Много золота, бриллиантов, череков золотых. Всего там находится при раскопках. Если кто-то где-то знал, что дом пострадал и это была богатая семья, пытаются мародеры найти. Я знаю, что вот кроме русской команды, еще горняки из Удзоу Гондака, которые прибыли в зону бедствия, тоже нашли огромное количество золота. Ну, при спасательных работах тоже передали полиции. Полиция разберется, что с этим всем делать. Еще из экономического всего. Стамбульская биржа в пятницу, какое это было число? Десятое, по-моему, число. Остановила торги из-за обвала лиры, но уже в понедельник лира вошла в пятерку валют по количеству сделок на московской бирже. Все-таки ливу поддерживают. И с другой помощью. Хатиджат Кадырова, дочка нашего главы Чечни, запустила флешмоб в помощь пострадавшим в Турции и в Сирии. Одна только Чеченская республика собрала более 100 тонн зимней одежды, одеял, пледов, всего другого. И около 7 бортов отправлено в Турцию. Но это только вот от Чечни. Я знаю, что само МЧС России очень много бортов отправила. И отдельно еще Башкортостан. Из Стамбула я видела, люди помогают там, где не пострадали. Из баков делают буржуйки. Самые простые, самые обыкновенные. И дрова тоже. И отправляют все в зону действия. То есть даже если это палатка, поставить буржуйку, и все равно можно обогреться и хоть какие-то условия создать. Из актеров-актрис. Все отправились помогать. Равнодушных нету. Остановлены съемки всех сериалов. Все любители турецких сериалов. Ну, обождете. Таркан, я знаю, жертвовал 1 миллион лир. Бурак Аздемир. Знаменитый наш повар. У которого не нравится многим улыбка. Он всегда помогал. Он всегда очень много занимался благотворительностью. В этот раз он, естественно, сам, как обычно, отправился. Готовил там на местах. Тоже с детками есть видео. Много гуманитарки отправил. Другой повар. Ну, Сред. Может, помните его по вот этим вот солью посыпания. Многие его клеймят там, что он, короче, в Дубае отправился, что он все про Турцию забыл. Не забыл. Сам, конечно, не отправился. Не было этого. Но отправил огромное количество гуманитарки, включая ее питание. То есть поваров и так далее. Еще кто как помогает. Благотворительная акция Турции Единым Сердцем. Завтра, в среду, 15 февраля, вечером многие телеканалы, радио будут проводить акцию. Деньги от которой перейдут, в общем-то, на помощь пострадавшим. И вся помощь будет собрана на счета Красного Полумесяца и Афат. Ну, вот такие вот дела у нас, друзья мои. Мы с мужем в порядке. Просто, знаете, такое состояние какое-то, такой тихой скорби, я бы сказала. У нас вон солнышко, видите. На улице холодно, правда. Противно что-то. Вроде как с 20-го числа, вот как раз, когда все каникулы закончатся, начнется более-менее солнышко. За это время я узнала, пока мы все дома вот так торчим, что у меня самый лучший в мире муж. Он все больше и больше доказывает, что мой выбор был самый правильный во всем мире. Сегодня день Святого Валентина, друзья мои. Чем я вас и поздравляю, и желаю всем такого же мужа, как у меня. Мы с ним переживали разные времена. Тяжелые были времена. В тяжелые времена я очень любила, знаете, делиться с ним своими мечтами. Так болтаешь о чем-то. И кажется, как будто он, как и любой муж, слух шеет в полуха. В одно ухо влетает, в другое вылетает. А как оказалось, что он все помнит. Я ему говорила, что я хочу там новую камеру для себя. В этом году он всегда осуществил мою мечту. Я ему говорила, что я хочу крутой чайник такой, электрик чай Макиносы, чтобы он непременно из стекла был. Он мне на день Валентина подарил. Я как-нибудь видео засниму со своим чайником. Сейчас моя любимая игрушка. С подсветкой такой красивый. Пузырьки пускает. Вообще. Он и вас не забыл, друзья мои. Но и меня вместе. Он подарил нам на день Святого Валентина подарок, который и мне пригодится. И вам, мои дорогие подписчики, будет полезен. Микрофон для стримеров. Профессиональный. Так что скоро я вас буду убаюкивать своим голосом с хорошим звуком. На этом все, друзья мои. Всем мира, добра, счастья и всего самого-самого наилучшего.